Ну привет, друзья! Как вы могли заметить еще в прошлом видео, у меня окончательно накрылась моя свистящая черная петличка, поэтому приходится пользоваться вот такой вот штукой. Так что, ну, не обессудьте, звук такой. Но я очень надеюсь, что вы посмотрите это видео, потому что оно очень много значит для меня. Вообще, когда я пытаюсь делать ролики, пытаюсь набирать аудиторию, я обычно стараюсь затрагивать те темы, которые потенциально могут собрать. Хотя, почему-то сам и просматриваю, у меня ролик по мультсериалу, который шел 15 лет назад, по чародейкам, и почему-то его вот больше всего людей посмотрело. Ну да ладно, сейчас вот я делаю видео не для хайпа, хотя вот вышла только-только первая серия, но я его делаю в большей степени для себя. Этот ролик будет сделан скорее таки по горячим следам, вот я только-только посмотрел серию, прошло буквально минут 5, и хочется сразу же поделиться с вами эмоциями. Дело в том, что я очень сильно ждал секретное вторжение, потому что я обожаю шпионский Марвел. То есть вот есть люди, которые больше любят Марвел технологический или Марвел, например, фэнтезийный, с Доктором Стрэнджем, с параллельными измерениями и так далее. Мне больше всего нравится именно Марвел шпионский. Поэтому я, например, обожаю второго и третьего Капитана Америку, я обожаю Агентов Щит, я считаю это вообще лучшее, наверное, что происходило с киновселенной Марвел. Этот сериал, несмотря на сильное сокращение бюджета в концовке и довольно много дичи, но вот особенно первые сезоны, они были просто великолепными. Поэтому я очень сильно ждал секретное вторжение, хотя, конечно, у меня ожидания были сильно подпорчены соколом и зимним солдатом. Потому что этот проект очень сильно подорвал мою веру в шпионский Марвел, потому что, казалось бы, у него был огромный потенциал, но в итоге вышло просто невразумительное нечто, где огромное внимание уделяется какой-то там вот этой починке лодки. В целом история была рассказана очень клишированно и очень скучно. Я, в общем, через силу его досмотрел, меня жутко выбесило огромное количество моментов и в первую очередь упущенный потенциал. Многие ругают Черную Вдову, тоже из шпионского Марвела, фильм, сольник, но лично мне он зашел. Ну, давайте сейчас не будем это обсуждать, мы сейчас собрались немножечко для другого. Итак, первая серия секретного вторжения. Если честно, здесь он вроде бы шпионский, но при этом как бы в него добавили вот эту вот щепотку фэнтезийности, а именно пришельцев. Тем не менее, они затрагивают, наверное, мою самую вообще любимую ипостась фантастических фильмов. Это Метаморфов. Я уже в одном из роликов рассказывал, почему я люблю Метаморфов и сюжеты с ними, потому что они заставляют тебя все время находиться в атмосфере недоверия, когда ты не знаешь, кому верить, не знаешь, кто друг, кто враг, потому что даже вот человек, которого ты там знал, может, 30 лет, или там всю жизнь он может оказаться злодеем, который просто принял облик твоего друга. Это действительно интересно. И все это в сеттинге шпионского боевика, шпионского триллера. В общем, потенциал лично для меня очень большой. Немножечко были опасения из-за вот этой темы скруллов, потому что в сольнике Капитана Марвел их показали добрыми, хорошими ребятами, но Кевин Файги уже заранее предупредил нас, сказал, что есть хорошие скруллы, есть плохие, и это в целом такой нормальный ход. То есть, ну, как бы, действительно, и люди тоже бывают хорошие и плохие. Ну, переходим, собственно, к серии. И, знаете, вот я сейчас смотрю такие вот легкие супергеройские проекты, чтобы немножечко отойти от нашей сумасшедшей, сводящей с ума действительности, того, что происходит. И, вы знаете, вот хочешь ты такой немножечко расслабиться, заняться таким эскапизмом, посмотреть что-то легкое, а ты смотришь серию, как собираются устроить войну между Россией и США, использовав грязную бомбу. Думаешь, а, ну, привет, привет. Вот, и, собственно, вообще все действие первой серии происходит в России. И были опасения на этот счет. Хоть фильм начинал сниматься еще до определенных событий, были опасения, может быть, как-то странно покажут нашу страну, но, тем не менее, в общем, ну, получилось в целом на таком нормальном голливудском уровне, то есть не было абсолютной трешатины. Конечно, перебор ушанок, вот прям перебор ушанок, но при этом там и надписи нормальные были, и в целом виды такие действительно похожие на Россию, пусть с этим привычным серым цветокором, но мне вот именно понравилась именно репрезентация нашей страны, как вот в целом показано. Если вот убрать ушанки особенно, то вообще супер. Начинается с того, что один из шпионов, один из агентов, прознал про вот этих планы скруллов, встречается с Эверетом Россом, но погибает, оказывается, что сам Эверет Росса это тоже скрул. Ну, посмотрим, как эта сюжетка будет развиваться, но самое главное, конечно, возвращается к роли Ника Фьюри, Сэмюэл Джексон, возвращается сам Ник Фьюри на Землю, космического корабля, встречается там со своей помощницей Марией Хилл, и они, собственно, вместе пытаются расследовать. Кстати, Марией Хилл мне вообще в последнее время очень нравится, как ее показывают киноселенные Марвел, потому что до этого она просто была такая красивая, симпатичная дама, потому что Коби Смолдерс вообще очень симпатичная женщина, и она больше напоминала такую Робин Щербацкий, из «Как я встретил вашу маму», но на более серьезных щах, с меньшим количеством улыбок. А сейчас ее как будто даже, ну не знаю, может она сама актриса постарела, может и специально состарела, то есть она там без макияжа, с таким суровым взглядом, и в целом, в общем, ей идет эта роль, мне очень понравилось. В первой серии было мало экшена, вот я прям заметил, что было несколько вот поединков, но в целом экшена было мало, и лично мне это плюс, я видел, как сериал потихонечку раскачивается, как они тратят время на вот эту именно шпионскую тематику, на разговоры, на подготовку, то есть реализация там каких-то экшен-действий занимает гораздо меньше времени, чем подготовка к ним, чем обсуждение. И это действительно была хорошая идея, мне очень понравилась. Очень понравилась Оливия Колман, хоть ее тут на экране совсем немного, но она получилась такая прям эффектная шпионка. Вообще, крутая актриса, что от нее ожидать, в общем, она играет от души, там она играет главу Ми-6, или может быть одного из высокопоставленных чиновников, и это прям такая интересная отсылка к М из Бондианы, которую Джуди Денчо воплощала на экране. Я немножечко поглядываю в сторону, потому что здесь у меня это пара тезисов закинута. Интересно, сделали попытку объяснить, почему Скруллы в человеческих телах, там, конечно, в сериале это довольно натянутый, ты понимаешь, что это объясняется для того, чтобы сэкономить на гриме, но, в общем, я нормально это воспринял, думаю, ну, типа, да, экономят на гриме, что поделать, все-таки бюджеты не резиновые, но они хорошо сделали. Конечно, есть минусы, минусов немало, помимо вот ушанок, в принципе, довольно странно показывать, к примеру, один из новичков, который приходит в эту общину Скруллов, которые прячутся в Подмосковье на заброшенной атомной станции, один из новичков, темнокожий, и он пытается вот пробраться к этим Скруллам, и это было довольно странно, ну, типа, ты пытаешься скрыться, пытаешься в России не привлекать внимания, зачем ты чернокожий, чувак? Немножечко напрягла дочь Талоса, которая появляется в этой серии, Гия, Гая, она мне очень сильно напомнила одержимую террористку из Сокола и Зимнего Солдата, и когда она встретилась с отцом, передала ему секретные сведения, ты думаешь, о, блин, классно, они не стали это делать, но потом оказывается, что эти секреты и сведения немножечко не работают, и я очень надеюсь, что они не сделают эту вот тему, что она там одержима всем, и готова весь мир в труху для каких-то там своих высших целей, я очень надеюсь, что они не повторят ошибку Сокола и Зимнего Солдата, но пока что такие вайбы есть. К сожалению, сериал не решает одну проблему, которую лично я бы назвал проблемой Мистик. В Людях Икс, новой тетралогии, там играет Дженнифер Лоуренс, и она почти всегда ходит без грима. Там как бы это объясняется, печет попытки, вот есть разговоры о том, что Лоуренс не нравится долго гримироваться, но это очень сильно портит образ Мистик, потому что Мистик, это же все-таки многоликое вот это вот существо, которое без своего практически лица, то есть она может быть кем угодно, она может всегда менять форму. Здесь же много известных актеров, это и Эмилия Кларк, это и Мендельсон на роли Талоса, и они всегда ходят в одном обличии, казалось бы, зачем им это? Хотя в концовке серии вот в этой вот сделали вот эту вот смену внешнего вида, и это было очень классно сделано, очень напряженно, очень эмоционально, и ты смотрел, и у тебя начинали вставать на место те странные вещи, которые ты видел по ходу серии, это беспойлерная часть, и, конечно, вообще вся концовка, что они сделали, это было очень вау, это было очень смело, я прямо был в восторге. Мне очень понравилась вот эта вот эмоциональная концовка, что они, в принципе, замутили, что они не побоялись сделать определенный выстрел. Мы поговорим об этом в спойлерной части, что они не побоялись, в принципе, показать то, что они показали. Вот, в общем и целом, конечно, ощущается пока что камерность истории, это одна из моих вообще самых больших боязней, потому что, в принципе, вторжение, секретное вторжение, это очень глобальная история, из нее можно много чего выжать, но как бы есть опасения, что они не выжмут это. Пока что я чувствую, что у сериала будут не очень высокие рейтинги, потому что люди все-таки привыкли к другому Marvel, более яркому, более динамичному, более энергичному и с большим количеством фантазии, здесь все такое более приземленное, но лично мне такое нравится. То есть я как будто сейчас снова возвращаюсь во времена агентов ЩИТ и посмотрел вот прям хорошую такую добротную серию агентов ЩИТ. При этом даже вот у самих агентов была сюжетная арка, похожая на секретное вторжение, там где Аида, робот, стала заменять агентов самих андроидами, практически всех заменила, и одна серия была практически полностью этому посвящена, когда ты не знаешь, кому доверять, кому верить, и вся серия держала в напряжении, это было очень круто. Если в Marvel больше вот сейчас будут акцент на это делать, когда что не знаешь, кому верить, а не просто как бы сделать один шпионский боевик, где хорошие ребята преследуют плохих, то будет очень круто. Я прям очень надеюсь, что они вот именно больше сделают того, что было в финале. Ну а сейчас заканчиваем мою бесспойлерную часть и приступаем к спойлерной. Чуть не забыл, мне очень понравилась нейросетевая заставка. Это было дешево, кринжово и, ну, забавно, и главное, прикольно в контексте самого сериала. Так что, я не разделяю хейт. Мэтт Мари Хилл. Я перед записью этого ролика посмотрел видео Кьюбайта, где он переживал, что ее просто слилир, чтобы показать опасных скруллов, но лично мне смерть ее очень понравилась, потому что это был очень эмоциональный момент, и да, показать опасность скруллов, что они могут обмануть и убить даже такого высокопоставленного агента. Возможно, конечно, Мария Хилл заслуживала большего, большего воплощения в киновселенной Марвел, но, в общем-то, она всегда была довольно второстепенным и довольно зависимым от Ника Фьюри персонажем, поэтому я не испытываю никаких проблем с тем, что ее вывели из сюжета в телесериале, а не в каком-то там глобальном, масштабном событии, типа, вот какой-нибудь войны бесконечности. сцена финальная теракта, там, где погибает много людей, а вот этот главарь злых скруллов начинает там Ника Фьюри дурачить и менять внешность, и в итоге обманывает Марию Хилл. Это было прям вот то, что я как раз жду от этого сериала. Я вот хочу больше такого видеть, больше такой смены внешности, потому что, ну, мне не нравится. Я люблю актера Бена Мендельсона, но мне не нравится, что Талос всегда в одном и том же виде. Ну, блин, ну не должно быть так. Это все-таки скруллы, они должны менять свою внешность. Конечно, мое самое, конечно, главное опасение, что это будет слишком локальная, слишком камерная история, то есть секретное вторжение в принципе заслуживает большой такой хорошей добротной экранизации. Возможно, если бы Марвел не поднимали ставки с этими мультивселенными, то как раз именно секретное вторжение могло бы стать кульминацией новой фазы, потому что сейчас собираются делать кульминацию династия Канга. Я очень боюсь, что выйдет Мишанина. Но я понимаю, что это как бы вынужденная мера, потому что они не могли показать более такую локальную земную историю после того, что они сделали в Войне Бесконечности и Финале. То есть ставки нужно поднимать. Но, тем не менее, я очень хочу, чтобы сериал получился. У меня опять же есть опасение, что сейчас я пытаюсь себе сам закрыть глаза, пытаюсь найти хорошее в не очень хорошем продукте. Возможно, это так и есть, потому что я уже попался на такую удочку, когда смотрел сериал «Нелюди». Я посмотрел первые две серии, и я написал сдержанно положительный обзор. Я хотел, чтобы он получился, и пытался находить то, чего в сериале не было. Так же, как, возможно, вы помните, о чем говорят мужчины, рассказывали, что когда ты покупаешь дорогой крютон, ты пытаешься искать в нем что-то такое, что отличает его от обычной гренки, и находишь. И дальше ты уже за эти деньги начинаешь искать хоть какой-то вкус, принципиально отличающий этот крутон от гренки. Не находишь. У меня тоже самое было с «Нелюди», потому что это отвратительный сериал, и первые две серии просто чудовищные, а дальше стал еще хуже. Я, в общем, стараюсь о нем не вспоминать. Это одно из вообще худших супергеройских творений, которые я видел. И я очень надеюсь, что сейчас я видел плюсы секретного вторжения, потому что они действительно есть, а не потому, что я хотел их видеть. Потому что, например, «Сокол и зимний солдат» мне не зашел сразу. И дальше было тоже все по накатанной вниз. И сейчас как бы есть, возможно, какие-то вайбы «Сокол и зимнего солдата». Опять же, «Don't Cheatle» появляется на несколько минут. Опять же, есть девушка-террористка. Я смотрю, думаю, боже мой, я очень надеюсь, что они там не повторяют эти ошибки, не устроят какую-то там моралистскую штуку о том, как мы должны отмыть Америку. В общем, я очень надеюсь, что будут больше шпиономании, будет больше вот именно таких вот подковерных игр, подковерных интриг. Я надеюсь, лучше раскроется Сэм Джексон, потому что у меня такое ощущение, что он просто сам начинает уставать от роли Ника Фьюри. Нет вот этой вот энергии, нет запала. То есть, понятно, нам говорят, что типа он изменился после скачка, после того, как он там на этой космической станции провел много времени. но как будто вот из него действительно энергетику высосали. Ну блин, ну это Сэм Джексон, он же может быть крутым эмоциональным актером. То есть, здесь есть у него классный момент, где он отвечает на вопрос, что ты делал, когда у тебя был кризис среднего возраста, он сказал, создал Мстителей. То есть, это была, понятно, очевидная шутка самого Ника Фьюри. Жду больше такого уверенного в себе, более такого цинично-ироничного Ника Фьюри. Пока что этого не было. Но понравились второстепенные персонажи, будет интересно смотреть, как будет развиваться линия отца и дочери, как они, смогут они найти общий язык или нет. В общем, я думаю, что я буду обзирать, обзирать, хорошее слово. В общем, я думаю, что я буду делать обзоры всех серий секретного вторжения, если получится, если я не дропну, если что-нибудь там не произойдет. Но пока что, у меня планы такие. Так что, я очень надеюсь на фидбэк, я очень надеюсь, что вы пролайкаете, напишите в комментариях, как вам сериал, если вы смотрели, чего вы от него ждете, чего не ждете, и стоит ли сейчас чего-то от Marvel ждать. Пишите, делитесь, лайкайте, в общем, проявляйте всякую активность, потому что каналу нужны просмотры и подписчики. Ну и, естественно, как обычно, в конце два слова. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,